Саляму алейкум и рахматуллах и баракату. Бисмиллях, альхамдулиллях, салату вассаляму аля расулиллях. Альхамдулиллях, по милости Аллаха, после довольно продолжительной паузы, мы с вами, иншаллах, возобновляем, продолжаем наши вечерние лекции, уроки. Которые называются «Пути прощения грехов», «Причины прощения грехов». И я на днях пролистал историю в группе, в телеграмме, и то, что я нашёл. Последний урок, это была 28-я лекция, получается, по этой теме у нас уже 28 уроков было, и сегодня 29-й. И вот тот хадис, на котором мы с вами остановились, иншаллах, я быстро только вспомню, и, иншаллах, пойдём дальше. И, может быть, иншаллах, до Нового года, может быть, до конца этого года, мы с вами эту книгу завершим, иншаллах. Потом уже посмотрим. Конечно, уроки Аллаха-Бирса будут, но уже по другой книге. Последняя причина. Аль-Хамду-Лля, уроки такие, как сказать, никого не ругаем, никого не обсуждаем. Так ведь, аль-Хамду-Лля, чисто нравственные уроки, хадисы, аяты, где Аллах Тагаля обещает нам, обещал нам своё прощение. Своё прощение. И вот как раз мы начали проходить хадисы, дела, посредством которых Аллах Тагаля вознаграждает нас Раем. То есть, если после совершения какого-либо дела Аллах Тагаля обещал своему рабу рай, значит, автоматически он ему обещал своё прощение. Потому что никто не сможет переступить порог райской обители, если за ним будут грехи. Поэтому каждый человек, который будет входить в райские сады, значит, он будет входить прощённым. Поэтому, аль-Хамду-Лля, если за какое-либо дело, от этого мы понимаем, что за какое-либо дело, если Аллах обещал нам рай, значит, он обещал нам своё прощение. Аль-Кадия ладзи ягдибил хақи ва биггилмин. Последняя вот причина — это Кады, судья Кады, как мы говорим, который принимает решение, опираясь на истину и на знание. И посланник Аллаха сказал, из трёх судей Кадыев два из трёх Кадыев будет в аду и только один будет в раю. То есть быть судьёй, быть Кадыем — это, во-первых, очень важно, во-вторых, очень опасно, особенно для Кадыя, для судьи, потому что он решает судьбы людей, так ведь? Он решает, кто из них прав, и, конечно, он может ошибиться, потому что посланник Аллаха сказал, что даже я могу принять неправильное решение, потому что я опираюсь на ту информацию, которую вы мне приносите, так ведь? Поэтому кто-то смог объясниться, а кто-то, может быть, не смог. Кому-то Аллах дал язык, талант объяснять, а кому-то не дал. И посланник Аллаха, салам, выслушает его и может ему поверить, так ведь? Поэтому быть Кадыем — это очень-очень серьёзно. И вот посланник Аллаха сказал, два из них будут в аду, и один только будет в раю. Человек, который знал истину, знал истину и принимал решение, выносил решение бихи, то есть опираясь на эту истину, он будет в раю. И также, а также мужчина, который принимал решение, что касается, то есть касающиеся людей, опираясь на невежество, то есть на незнание, он не опирался на знание, он будет в аду. И третья категория, получается, судей, это судья, человек, который знал истину, он знает, кто здесь прав, так ведь, по Кур'ану, по Сунне, но он отклонился от истины, принимая решение, он также будет в аду. И вот таких три хадиса. И вот последний хадис, где мы остановились, это хадис от Абдулла ибн Амра, рады Аллаху анхума, где посланник Аллаху, салли Аллаху, сказал, «Инналь мукситина андаллахи» — воистину проявляющие справедливость, то есть справедливые люди перед Аллахом, «Аля манабира мин нур». Они будут восседать на минбарах, на минбарах в судный день. «Возле милости Аллаха» — это те, которые проявляли справедливость в своих решениях, то есть принимая какое-либо решение, они проявляли справедливость. «Ва аглигим» — в отношении своих семей, то есть может быть среди детей, то есть он проявлял справедливость, может быть у кого-то там аглигим, у него несколько семей будет, так ведь. «Вамауллю» — и те, которые были под его властью. То есть он может был начальником, руководителем был, царем был, так ведь, и под ним были его подчиненные. И вот он проявлял справедливость по отношению к ним. Этот хадис — сборник имама, имама-муслима, достоверный хадис. Вот этот хадис говорит о том, что справедливость, справедливость — это и есть причина прощения наших грехов и причина того, что Аллах Тагаля ведет справедливых в райское обитие. Идем дальше. «Ман таракал мираа, ва ин кана мухикан, ва ман таракал кавиба, ва ин кана мазихан». Кто оставил мира, то есть спор, кто оставил спор, даже если он был прав. И кто оставил ложь, обман, даже если он просто шутил, то есть шутя. Абу Умама, ради Аллаху Анху, передает, что посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассалям, сказал, Посланник сказал, я ручаюсь, или же я даю гарантию, я даю гарантию, то есть я ручаюсь, что Аллах Тагаля даст человеку дом на краю рая, на краю рая. То есть робот, так же говорится, на самой низкой ступени рая. То есть есть наивысшая ступень, есть середина рая, есть низшая ступень рая. Тому, кто оставил спор, даже если он был прав. То есть он знает, что он прав, а тот все равно спорит. И он оставил, бисьмилля, ради Аллаха, этот спор. И посланник Аллаха, алейхи вассалям, сказал, я гарантирую ему рай, дом на краю рая. И я даю гарантию, я гарантирую ему дом в середине рая. То есть уже мы поднимаемся, здесь уже лучше. Значит, и дело, которое мы должны совершать, должно быть лучше, чем первое дело. И я гарантирую дом в середине рая. Кто оставил, тому, кто оставил ложь, ложь, даже если, просто шутя, даже если он шутит. Я гарантирую дом, то есть на самом верху рая, наивысочайшее положение рая. Тому, кто исправил свой нрав, то есть кто сделал свой нрав благим. Этот хадис, некоторые ему хадисы говорят, что это хадис сахих, этот хадис над хадисом достоверным. Некоторые говорят хасан, рааху, абу дауд и так далее. Вот три благих качества, за которые Аллах Тагаля через своего пророка обещал нам дом в раю. Вот, аль-хамду-лилла, даже в этой жизни для всех нас мечта иметь хороший дом, хорошую квартиру, особенно в Казани, потому что тут все дорого. Аль-хамду-лилла, Аллах Тагаля, его посланник, обещал нам, обещал нам быть гарантом, гарантом, что Аллах Тагаля даст нам, одарит нас жилищем в раю за какие-то определенные дела. Вот самые первые, да, кто оставил, кто оставил спор, даже если он был прав. Ну, говорят, в споре рождается истина, если это правильный спор. У спора есть свой этикет, свои правила, да. Если люди спорят о чем-то, да, а иногда мы спорим просто ни о чем, так ведь? Даже сами не знаем, о чем мы спорим, да. Если через этот спор мы действительно приходим к какому-то положительному результату. Если какой-то брат, маша Аллах, он не понимал что-то, но через спор с более, может быть, знающим человеком, он все-таки понял, да, что он ошибался, что маша Аллах, вот оказывается истина где? Да, в этом споре есть какое-то благо. Даже вот на татарском языке спор, как переводится, как говорится, как мы говорим? Бахас, бахас, да. Вот во многих старо-татарских книгах, например, того же Ризы Фахруддина, рахимахуллах, он говорит, что ученые собирались в каком-то месте и вели рельми бахас, рельми бахас. То есть рельми бахас, бахс на арабском языке это поиск, ябхас, то есть он ищет поиск. То есть ученые, они искали истину. Кто-то менял свое мнение, кто-то оставался на своем мнении, потому что его доводы были сильнее. Поэтому смысл вот этих споров, мы должны прийти к истине. А если смысл, смысла нет, или же люди собрались, чтобы просто доказать, кто тут умнее, кто там круче, да, или кто там хадисов больше знает, а ни к чему это не приходит, они не приходят, то в этом споре нет блага, нет блага. Поэтому если человек понимает, что от этого спора никому никакой пользы не будет, просто этот спор там, от этого спора появится только вражда между нами, так ведь? Или любовь наша будет меньше. Тогда даже если ты прав, бисьмилля, оставь это. Потому что в этом случае, когда человек хочет победить в споре, да, это уже желание его на все. Он понимает, что от этого никому лучше, никто ближе к Аллаху от этого не станет. От огня он дальше не станет. Но вот его нефс хочет насытиться вкусом победы, да я его раздавил. Я там привел три хадиса, четыре аята, там высказывания ученых, да он там вообще там сквозь землю провалился, да, а пользы не было. То есть если просто хочешь доказать, что ты умнее, это уже нефс. Это твой нефс спорит. И твой нефс, вот-вот он ищет, листает аяты, хадисы, да, чтобы насытиться вкусом победы. В этом споре нет блага. Нет, файда нет. Значит, даже если ты уверен, что ты, а, на истине, бисьмилля, оставь этот спор. И за то, что ты победишь свое большое я, да, который хочет, жаждет победы, да, если ты, бисьмилля, оставишь вот этот наф свой ради довольства Аллаха, аль-хамду лилля, Аллах сам тебя вознаградит. Вознаградит. Но еще не в середине рая будет жилище, а только в краю. И вот в середине фи-васат-эль-джанна. Посланник Аллаха гарантирует, ручается, поручился, да, что Аллах-тагаля даст ему, одарит его домом в середине рая. Лиман таракал кавиба ва инкана мазихан. Кто оставил ложь. Кто оставил ложь, даже шутя. Даже шутя. То есть человек, который оставляет ложь, даже когда просто шутит, играет, да, этот человек действительно понимает вред и греховность этого дела. Действительно, в исламе лгать, обманывать, ложь, это очень-очень серьезный грех. Очень серьезный грех. Поэтому, когда у посланника Аллаха, саллилла алисалям, спросили, а может ли быть мусульманин верующий, может ли быть он трусом. Да, вот он трус. Посланник Аллаха, саллилла алисалям, сказал, да, он может быть трусом. А может ли мусульманин быть скупым, жадным? Посланник Аллаха сказал, да, может быть. А может ли мусульманин быть лжецом, обманывать? Посланник Аллаха сказал, нет, не может. То есть он может быть и жадным, и скупым, и трусом. Да, допускается, что у мусульмана могут быть такие недостатки, но недопустимо, чтобы мусульманин что? Лгал и обманывал. Поэтому в исламе это считается очень большим грехом, когда мусульманин, человек прибегает к обману, к лжи. И поэтому посланник Аллаху, он шутил, он шутил, он шутил с детьми, он шутил в семье, с супругами, он шутил со сподвижниками, но он никогда не лгал, он никогда не обманывал. И вот очень часто даже те люди, которые остерегаются обмана в отношениях между собой, то есть они понимают, что это ложь, что это грех, они иногда пренебрегают обманом, то есть этим грехом, когда шутят. То есть так я же пошутил, например, обманет жену, так я же пошутил, или детей обманет, так я же пошутил. То есть мы должны понимать, что мусульманин, даже когда шутит, он не должен обманывать, он не должен обманывать, потому что ложь это грех. То есть мы знаем, что есть хадисы, конкретные хадисы, которые указывают на конкретные случаи в жизни, когда мусульманин может, соблюдая некие правила четкие, он может прибегнуть к лжи, к обману. Но есть конкретные правила, допускаются, которые он не должен переступать эти границы, есть конкретные моменты. В хадисе это говорится, это во время войны, то есть посланник Аллаху салам сказал, война это и есть обман, кто кого обманил, так ведь? Это тактика войны, то есть посланник Аллаху салам разрешил. Это когда даже не обманывать жену, а просто иногда прибегнуть, например, ты у меня самая красивая, может быть, она не самая красивая в жизни. Или этот суп, как ты, никто не может готовить, хотя может быть он не очень-то и получился. То есть вот чтобы как-то вот, аль-хамдурилля, это хадис на это есть. И также жена может там мужу сказать что-то такое, похвалить, может быть, ну а муж не совсем такой. И когда мусульманин сближает сердца братьев, то есть, например, два брата у них, произошла какая-то фитна, у них началась какая-то вражда. И вот чтобы подружить вот этих братьев, иногда третье лицо, он может прибегнуть к какому-то, к каким-то проявлениям лжи, не переступая границей. Не переступая границей. Потому что если мы, переступая границей, уже, получается, забираем его права, да, или ее права дома, да, тогда уже нельзя. Ни жену, ни мужа, ни братьев о маме. Ну, например, там, они враждуют сколько лет, да, а ты подходишь к одному брату и говоришь, да вот он, машалла, по-моему, я вот с ним общался, брат, он, все равно он скучает по тебе. Я вот чувствую, он любит тебя, хотя такого ты не чувствовал, да. И у этого сердца уже немножко так, ну, аль-хамдурилля, может, какой-то оттепель пойдет, да. А к тому идешь там, да вот, брат, я позавчера с ним встречался, да, все равно, машалла, мы о тебе поговорили, все равно он про тебя ничего плохого не говорит, хотя он там наговорил там, да. То есть вот нужно сближать, то есть сближение сердец мусульман, это очень важно перед Аллахом. Поэтому вот в этих случаях, а так мы знаем, что ложь, обман запрещается, все категорический запрет идет. Это кабаир из больших грехов. Даже шутя. И на самом верху, да, на самом верху райской обители посланник Аллаха гарантирует дом в раю тому, кто украсил свой нрав, сделал свой нрав благим. То есть это уже вот все, о чем мы говорили, да, все это есть у этого человека. То есть благой нрав. Благой нрав. Настоящий нрав, который должен быть у мусульманина. Да, он и, иншаллах, и ложь оставит, даже если шутят, да. Он и спор оставляет, и, аль-хамдурилля, он работает над своим нравом. А это не так все легко. Многие братья, к сожалению, они пренебрегают темой ахляха, они пренебрегают темой благого нрава. Вот говорят там, вот даже часто слышу, да эти имамы только про благой нрав и говорят. Так вот, если у нас дурной нрав, о чем говорить-то, да. Поэтому вот много приходится говорить. Может, имам он себе говорит, а что вот сразу плохо о нем думать, да. Может, он вот хочет свой нрав исправить, исправить нрав братьев, сестер. Но, ну, к сожалению, к сожалению, вот отсутствие благого нрава, да, у нас это большая проблема. Нет неуважения друг к другу иногда, нет уважения к старшему поколению, да. Там на три хадиса больше знает, на три суры больше знает этого баба, и все, там уже никто. Хотя нужно уважать его седину, нужно уважать его годы, так ведь он старше тебя, он старше твоего отца. Да, поэтому очень много моментов, которые нуждаются в поправках, да. И вот, если посланник Аллаха поручился за то, что Аллах Тагаля обязательно одарит этого человека домом там, вот на самом верху рая, значит, он и окажется на самом верху рая, если его дом там. Это его, значит, место, да. А для этого, если он сказал, что мы должны исправить свой нрав, значит, это не так все быстро. Это не так все просто. Поэтому иногда человек приходит, ну там с улицы, да, со светского общества, в мечеть, может там, я не знаю, и имя поменять, может и бороду пустить, может тюбетейку одеть, может сестра и в платке, да. Но нельзя думать, что вот за месяц, за, или даже за год, бесьмеля мы там весь нрав свой перестроим и станем такими ангелами, да. Всю жизнь, всю жизнь мы должны бороться своим навсом, мы всю жизнь должны исправлять свой нрав. Потому что вот эти, как сказать, вот эти остатки джахилии, да, они у нас там. И каждый раз, когда Аллах Тагаля по мудрости создает нам разные жизненные ситуации, да, дает нам какие-то проблемы, очень часто вот эти примеси, остатки джахилии, они прямо-прямо вот выходят наружу. Они прямо выходят. Вот иногда бывает так, что вот видишь брата, маша Аллах, он с нами на намазе, бесьмеля, намаз читает, все там у него хорошо, да. А иногда приходят там братья, ну, жалуются, вот что-то, они там на рынке не поделили, у них там коммерция была, бизнес был, да, что-то не поделили. И начинаешь там с ними разбираться, да, и вдруг, и вдруг точка кипения вот прямо вот наступает, и этот брат, который с тобой, маша Аллах, намаз читает, как сподвижник, как это, да, как сахаба. И вдруг у него вот этот джахилии, прямо-прямо там, стыдно даже, стыдно, в Аллахе стыдно. Иногда там слышишь мат даже, это там вообще удивительно, как это. А вот именно вот такая ситуация нужна в жизни, чтобы Аллах-Тагаля открыл, чтобы он еще оценку себе поставил. О, оказывается, мне еще далеко до сподвижников, да. Поэтому проблема есть, и мы должны всю жизнь работать над своим нравом, да. Очень часто вот, как бы, я не ангел, мы все такие же люди, бывает, что вот приходит человек в мечеть, да, Аллах-Тагаля, так вот все строят, маша Аллах. Ну да, человек тоже не очень нравственный, да, воспитанный, да, он там начинает ругать, начинает кидаться, да вы там такие все плохие. И у тебя тоже вот так начинают, да, и ты начинаешь с ним уже спорить, а потом только, потом только понимаешь, это же субханал, это же была милость Аллаха. Аллах же тебе создал ситуацию, чтобы ты правильно оценил свой уровень, своего нрава, да. Да, потом только понимаешь, когда вот эта безнравственность этого человека, который пришла к тебе и выявила твою безнравственность, да, это милость Аллаха, поэтому мы должны работать, всю жизнь работать, а работы очень много, чтобы добиться а'аляль-дженна, добиться наивысшей степени рая. Идем дальше, следующая причина прощения грехов и иншаллах рая. Оставление, когда человек оставляет просьбу просить людей о чем-либо, то есть человек перестает просить людей о чем-либо. Фаубан, Фаубан, ради Аллаху, передает, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, кто поручится, кто поручится передо мной не просить у людей что-либо, я поручусь, заручаюсь за него, биль-дженна, что он будет в раю. То есть тот, кто даст гарантию, обещает мне, что он ничего, ни у кого не будет просить, то есть у людей ничего не будет просить, то я даю ему гарантию, что он будет, иншаллах, в раю, он будет в раю. И тогда посланник спросил это, это вопрос задал, кто поручится, и за него я буду ручаться, что он будет в раю. И тогда Фаубан, тот, кто передает этот хадис, я сказал, я, о посланник Аллаха, то есть я обещаю, я ручаюсь, что ни у кого до смерти ничего не буду просить, из людей. И тогда Фаубан, ради Аллаха, саллиллаху ахадан шей'а, и он не просил ни у кого, не просил ни у кого. И вот в другом риваяте говорится, что постальник Аллах сказал, кто возьмет на себя обязанность не просить у людей что-либо, то я беру на себя обязанность, что он будет в раю. То есть я буду делать шафарат ему, что он будет в раю за это дело. Этот хадис Сахих достоверный, который передает Абу Дауд, Хаким и так далее, и так далее. И вот эти хадисы, они призывают нас, если нет какой-то острой нужды, не обращаться с просьбами к людям. То есть мусульманин, во-первых, мусульманин всегда должен стараться связывать свое сердце с кем? Создателем. То есть все его просьбы, все его обращения, во-первых, должны быть к Создателю, он должен у него просить. К сожалению, когда у нас возникает какая-либо проблема, мы звоним тому, второму, третьему, идем к четвертому, да, и когда у нас пятым не получается, мы вспоминаем кого? Аллаха. Так ведь? Очень часто. И мы начинаем просить у него. Мусульманин всегда, в первую очередь, должен просить у Аллаха и опираться на него. Потому что если Аллах решит тебе помочь и решить твой вопрос, Аллах сам тебе отправит, кого надо. И тебе и мысли твои приведет в порядок, да, и вспомнишь того, кто... То есть откроет все дороги, чтобы решить эту проблему. Поэтому мусульманин, он должен связывать сердце свое, в первую очередь, с Аллахом. А потом только создавать причины. Но, к сожалению, мы начинаем сразу того, этого дергать. Потом только, когда Аллах дает нам понять, что они, оказывается, ничего не могут сделать без Аллаха, да, потом только мы вспоминаем Аллаха. Поэтому вот эти хадисы, таких хадисов очень много, они призывают нас не просить у людей, не просить у людей. Поэтому если есть возможность что-то делать самому, да, не прибегая к помощи людей, ислам нас учит к этому. Ислам нас учит к этому. И если действительно у человека нет острой нужды, чтобы просить у людей, да, там денег, поесть или какую-то помощь, да, он должен сделать все, стараться, чтобы не просить. Потому что вот это, даже ходить с протянутой рукой, попрошайничество, да, это остро, сильно порицается в исламе. Поэтому посланник Аллаха, салюлла алисалям, всегда воспитывал сподвижников в этом духе. Потому что очень много сподвижников, у них была острая нужда и в еде, и в питье. Было очень много нуждающихся. И посланник Аллаха, салюлла алисалям, их воспитывал. Например, одному сказал, если ты будешь просто собирать дрова или хворост, да, и будешь продавать эти дрова на рынке, это для тебя будет лучше, чем просить у людей, и кто-то тебе будет давать, а кто-то тебя будет лишать. Поэтому ислам всегда призывал к этому. Мы должны понимать, что из двух людей тот, кто дает, он ближе к Аллаху. И он лучше перед Аллахом, чем тот, кто просит или берет. И посланник Аллаха, салюлла алисалям, сказал, ядуль улья хайрум мин яды суфля. Ядуль улья, то есть верхняя рука лучше, чем нижняя рука. То есть, получается, нижняя рука, это просящая рука. Так ведь? А верхняя рука обычно дающая рука. Поэтому мусульманин, он должен делать все, стараться, трудиться над тем, чтобы он давал, а не ему давали. Потому что он должен понимать, давать это всегда лучше, чем брать или просить. Вот таких хадисов очень много. И есть такая история, связанная с Умар ибн Хаттабом. Приходит один человек, да, действительно, по виду очень такой нуждающийся, и просит помощи у Умара. И Умар ибн Хаттаб обращается к кому-то и говорит, ну, решите ему вопрос, помогите ему. Да, там, может быть, ему надо было хлеб дать, еду дать, да, и все, ему дают. И через некоторое время он смотрит, тот опять просит. И Умар ибн Хаттаб обращается к тому, кому он сказал, да, дайте ему. Он говорит, так я же тебе сказал, чтобы ты помог ему. Так, говорит, я ему помог, Умар. И тогда Умар ибн Хаттаб смотрят на его мешок, а он уже набит хлебом. И он говорит, так ты же, говорит, не просящий, ты не нуждающийся, ты, говорит, тяджер, ты, говорит, коммерсант, ты торговец, ты, говорит, вот так зарабатываешь, оказывается, говорит. И даже говорит, что он, говорит, забрал его мешок, говорит, и сказал, выгнал его. И даже где-то говорится, что он наказал его и сказал, да, так вот, больше не возвращайся больше, все, не показывайся мне. То есть он наказывал таких людей. По прошайничеству в исламе это не есть хорошо. Это не есть хорошо. И было время, когда люди приходили в мечеть, да, они все время просили. Ладно, один раз пришел, второй раз, третий раз просил. И тогда они говорили, мечеть это то место, где должны просить у Аллаха, а не у людей. То есть кто-то приходит попросить у Аллаха. Я думаю, что все мы просим мечеть у Аллаха, да? Сколько бы у нас возможностей не было, потому что мы фукара перед Аллахом. Мы все немощные, мы все слабые и все нуждаемся в его помощи. Так ведь, поэтому все мы просим у Аллаха, и бедные, и богатые, и цари, и все просим, потому что нуждаемся в нем. Но кто-то приходит в мечеть не у Аллаха просить, а у людей просить. Действительно, вот поэтому это всегда порицалось. Это всегда порицалось. И вот эти хадисы, действительно, сподвижники, табирины, праведные предшественники, они иногда понимали по-разному. Некоторые думали, что, некоторые понимали так, что даже просить, даже у Аллаха не надо. То есть, все, вот Аллах то, что мне дал, бисмилля, таваккаль, да? Все, вот я не прошу Аллаха. Некоторые просили у Аллаха, но не просили у людей. То есть, вот по-разному, это, наверное, уровень и богобоязненности, и уровень вот этого, таваккаль, да? Например, когда один праведный предшественник пришел к одному предводителю, халифу, халиф, чтобы отблагодарить его и показать его свое уважение к этому праведнику, он сказал, попроси у меня что-либо, я тебе дам. Я тебе дам. То есть, мирского дунья, там деньги, золото, еще что-то. Тогда он посмотрел на него и сказал, да я, говорит, не прошу эту дунья даже у того, кто владеет этим дунья. А как, говорит, я могу просить у того, у которого нет этой дунья? То есть, я даже у Аллаха не прошу этой дунья. А как я у тебя могу просить? То есть, вот это его уровень был. Хотя мы не можем сказать, что нельзя просить. Это не есть хукан. Потому что хадис Худси, в священном хадисе Аллах обратился к своим рабам. Я, аибады, о, рабы мои, куллюкум джаир, все вы голодные, все вы без еды, в астатхаймунии, и просите у меня пищу, я накормлю вас. Я накормлю вас. Куллюкум аир, каждый из вас ногой, все, голый, ничего у вас нет из-за имущества. Постаксуни, и просите у меня одежду, и я одену вас. То есть, эти хадисы указывают на то, что даже вот эти мелочи, одежда, еще что-то, все мы должны просить у Аллаха, потому что все Аллах дает. Так ведь? Все Аллах дает. Поэтому, но тот праведный предшественник, он избрал этот путь. А некоторые, они все просили только у Аллаха, но не просили у людей. Даже когда было им плохо, они не просили у людей, но они просили у Аллаха. Есть такая история, тоже во время праведных предшественников. Один человек ночью засыпает, и во сне кто-то к нему обращается. Вот ты, Фулян ибн Фулян, такой-то сын такого, ты спокойно прохлаждаешься у себя дома, спишь, а твой брат, он в нужде, ему нужна твоя помощь. Он такой, раз просыпается, что случилось, что случилось, а может быть что-то с соседом. Он идет ночью и стучится к соседу. Тук-тук-тук. Он такой выходит, что, говорит, случилось? Салям алейкум. Тебе ничего не нужно от меня? Там может быть какая-то помощь нужна? Он такой, да нет, говорит, ничего не нужно. Он идет к другому соседу, ну, переживает. Аллах Тагаля же ему через сон дал понять, да? Все, утро приходит, и он такой, раз, смотрит, сколько у него сбережений. Ну, там сколько-то, 30 дирхамов. Он это берет в карман и идет по своим делам. А смотрит, он проходит через мечеть, а там джиназа. То есть он не должен был зайти в эту мечеть, это не время намаза. Но туда пришлись джиназа. А долг мусульманина, поучаствовать джиназа за брата. Он заходит в мечеть, они читают джиназу, джиназа уходит, все расходятся, а один человек сидит. В углу сидит, такой весь унылый, настроения нет, подавленный. И он такой, что-то вот у него сердце, а он же всю ночь там видел, слышал голоса, да? Он такой, наверное, говорит, вот этот человек. И он идет к нему и говорит, у тебя, говорит, брат, вот сейчас есть какая-нибудь проблема? Тот такой удивляется, ну, говорит, есть. А что случилось? Я как-то помочь ему? Говорит, у меня долги. Вот сегодня, говорит, пришло время возвращать долги. И тот у него спросил, а сколько долгов? И оказалось, что это ровно столько, сколько он сегодня взял с собой. И он понял, что Аллах-Тагаля, да, дал ему через сон услышать этого человека. И он отдал, обрадовался, маша Аллах. И потом говорит, ты, говорит, знаешь, как меня зовут? Не похвастаться. Да? Он говорит, нет, не знаю. А знаешь, где я живу? Нет, не знаю. Меня зовут, говорит, так-то, так-то, я живу в такой-то, таком-то районе. Если, говорит, у тебя такие проблемы будут, мне, говорит, есть деньги, подходи ко мне, говорит, попроси, я, говорит, тебе решу вопрос. Тот такой обрадовался, да, рахима к Аллах, говорит, пусть Аллах смилостивится. Я, говорит, понял, каждый раз, когда у меня, говорит, будет такая проблема, я обращусь к тому, говорит, который привел тебя ко мне, говорит, и он еще раз тебя, говорит, ко мне приведет, говорит. То есть, он у Аллаха просил, у Аллаха просил. Вот есть такие. Но просить, мы должны понимать, что просить, это всегда плохо, но если есть нужда, то есть шариат, конечно, не говорит, что мы должны умереть с голоду там, что мы там нет, потому что если кто-то может в состоянии тебе помочь, можно к нему подойти, и он тебе помогает, аль-хамбилля. Но вот эти хадисы, они всегда учили сподвижников быть такими самостоятельными и справляться самим. И даже вот некоторые были сподвижники, когда у них, например, они там на верховом животном, когда шли, у них, например, там он упал, кнут упал или там еще что-то, да, он даже не просил кого-то поднять, помочь ему, он сам спускался, сам брал. То есть вот это учило сподвижников самостоятельность. И это есть причина тому, что Аллах Тааля ведет людей в райскую обитель. Идем дальше. Ассалямату минал гриши уэль хасад. То есть безопасность человека от гриш, то есть обман, ложь и хасад. От хасад, это у нас зависть. Зависть. То есть чистота сердца человека от гриш, обмана и хасад. От зависти. Ну, гриш, есть кэриб, кэриб, обман, ложь, да, есть слово еще гриш. То есть это слово мы больше и чаще встречаем в хадисе, когда посланник Аллах салям увидел, как один на рынке продавал, там где-то говорится, что это были какие-то фрукты, да, где-то говорится, что это было зерно, и оно было такое чистое, сухое, и посланник Аллах салям подошел и так раз, опустил руки, пальцы туда вниз, и вытащил, и у него этот, ну, увидел, что там они влажные, испорченные. И тогда он спросил, что это такое? И тогда он начал оправдываться, о, посланник Аллаха, это, говорит, небо испортило игры, то есть они попали под дождь, зерно попало под дождь и испортилось. И тогда посланник Аллах салям сказал, неужели ты не мог вот то, что там внизу, показать нам, что вот, ну, товар получается, он скрыл это, так ведь? И тогда он сказал, и кто обманывает нас, тот не из нас, тот не из нас. И вот это слово, да, можно переводить по-разному. Это и обман, это и какое-то предательство, потому что, ты же брату это продаешь, так ведь? Это как признак лицемерия. Если есть какие-то проблемы в твоем товаре, ты не должен это скрывать, ты не должен это скрывать, ты должен это показать. Например, там продаешь машину, а там спидометр, раз, прокручиваешь, там у тебя пробег 100 тысяч, а ты там оставил 40 тысяч, да? Это и есть рэш, это обман, это предательство, когда ты, некоторые, объясняя смысл вот этого слова, говорят, что это, когда ты перемешиваешь что-то благое с чем-то дурным. То есть вот зерно-то наверху было хорошее, а внизу испорченное. Так ведь? То есть ты перемешал все это. И также ученые говорят, рэш, это когда ты скрываешь от человека, от покупателя то, что если бы он увидел, он бы это не купил. То есть если бы он знал, что спидометр, там все-таки 100 тысяч, пробег у машины, а не 50, он бы у тебя не купил, и за эту цену не купил бы. Потому что ты взял у него лишнее. Так ведь? Цена была бы меньше. И то же самое, если бы он узнал, например, сейчас вот много, картошку продают, да, на дороге. Машу, вот такие большие все, такие красивые, у бабушки. Берешь такой раз, ну не с ведром же покупаешь все время, в пакет раскладываешь, там такие-такие картошки, там маленькие-маленькие, ну уже поздно, да, вот то есть это нельзя. Потому что если бы эти маленькие были сверху, ты бы, может быть, за эту цену не купил бы. Вот это есть гыш. И в семье это может быть. Например, ты там пришел к отцу и просишь там руки дочери, да, а что-то, ты скрываешь от него то, что если бы он это знал бы, он ни за что тебе дочку не дал бы. Да, ну ты скрываешь, но это Аллах знает. Вот это гыш, это разное проявление гыш, вот этого обмана, предательства. Поэтому просто слово обман, оно не передает смысл этого слова. Не передает. То есть даже вот, когда мы сдавали экзамен в Мадрасе, да, ну некоторые там шакирды там раз-таки подглядывают, да, то есть получается, он же в тетради у него все хорошо, а в мозгах не очень. Так ведь? Потому что он же не знает это, а он написал все. Почему? Потому что он у соседа списал. То есть это вот, говорили, что это тоже, наши устазы говорили, что это тоже гыш. Поэтому перед экзаменом нас учитель по милости своей, он всегда нас предупреждал, напоминал нам этот хадис, кто нас обманывает, тот не из нас. То есть гыш, то есть ты когда не знаешь, а ты списываешь, да, вот это тоже гыш. Поэтому проявления гыш много. Хадис. Анас ибн Малик, Рады Аллаху Анху передает. Как-то раз мы находились возле посланника Аллаха, салли Аллаху алейхи ва салям, может быть это было в мечети, наверняка, и он нам сказал, сейчас войдет или появится перед вами мужчина мин ахлиль джанна из числа обитателей рая. То есть вот представьте себе, посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи ва салям, сидит со сподвижниками, да, все хотят быть в раю, все просят у Аллаха рая, все проявляют терпение, чтобы Аллах тагаля вознаградил их раем. Да, вот представьте себе, посланник Аллаха, алейхи ва салям, указывает на вход в мечети и говорит, вот сейчас перед вами появится мужчина из числа обитателей рая. И все ждут сейчас, кто войдет туда. Наверное, самый лучший, самый достойный, да. Ну, казалось бы, самые достойные, они уже здесь сидят. Они же пораньше пришли уже, так ведь, на намаз. А тот еще даже не пришел. И вот смотрят, заходят, Анас Ибн Малик говорит, и вот, говорит, мы видим, как заходит мужчина, миналь ансар, из числа ансаров, тантифу лихятыгу мин вуду иги. И мы видим, что его борода еще она влажная, мокрая от омовения. То есть он еще тахарет недавно взял, получается, да. Тот уже уже дома взял, давно уже борода высохла, да. А этот вот недавно взял, да. И на левой руке он держит свои тапочки, тапочки. И вот они увидели этого человека. На следующий день посланник Аллаха, саллиллахи ассалям, сказал нам те же слова. Вот сейчас перед вами появится мужчина из числа обитателей рая. И мы ждем, кто же войдет. И вошел тот же человек. В том же состоянии. Тахарет недавно взял, да. Не раньше всех пришел. То есть он был... Вот все было так же, как первый раз. Фалямма кана льявма таллиф. На третий день посланник Аллаха, саллиллахи ассалям, нам сказал те же слова. Сейчас перед вами появится мужчина из числа обитателей рая. И... И перед нами появился появился тот же мужчина и в том же состоянии. Все три дня. Недавно Тахарет взял, все те же тапочки, да. Пришел на намаз. Успел. Альхамду лиллях. Абдуллах ибн Амр ибн Аль-Аз, пусть Аллах будет доволен ими, он решил узнать, в чем же его достоинство. Раз посланник Аллаха, саллиллахи ассалям, всем сказал, что это мужчина из числа обитателей рая. Он пришел, он подошел к нему и сказал, о, мой брат, я поссорился со своим отцом и обещал, обещал три дня не возвращаться домой. Если у тебя есть возможность, приюти меня, я поживу у тебя. И тот брат сказал, бессмилля, давай ко мне. И для чего он это сделал? Чтобы узнать, какие он там ночью намазы читает, как он там дуа делает, зикры, да. Чем он вообще живет, чтобы посланник Аллаха сказал, вот же он из числа обитателей рая. И Абдулла ибн Амар ибн Аль-Аз, три дня он жил у него. Первую ночь он провел, вторую ночь, но он не увидел, чтобы тот всю ночь, на протяжении всей ночи выстаивал намазы. Он спал, как обычные люди. Потом встал, и третью часть ночи он выстаивал Тахаджуд. То есть, другие сподвижники тоже так же были. Потом прочитали утренний намаз, так ведь, потом вернулся. То есть, он не увидел в течение трех ночей, он не увидел в нем такое, чтобы вот, сказала ему, да, вот почему оказывается он, да. На третий день он признался ему, что это было просто его, он придумал это, чтобы только узнать, вот почему он, посланник Аллаха, назвал его из числа обитателя рая. А тот скромно сказал, постеснялся, сказал, ну, говорит, у меня, говорит, есть только то, что ты во мне увидел, говорит. То есть, нет у меня ничего такого. И Абдулла ибнурамы расстроился, он же не узнал все-таки, в чем же секрет. И уже начал уходить, и тогда этот сподвижник остановил его и сказал, то, что, говорит, у меня, ничего нет, кроме того, что ты во мне увидел, говорит. Кроме того, но, но, сейчас найду это, но почему, говорит, посланник Аллаха, салам, назвал тебя из числа обитателей рая. Он сказал, у меня, говорит, ничего такого нет, что ты во мне, вот, кроме того, что ты у меня увидел. Гайра анни ла адиду фи нафси ла ахадин мин аль мусульмина гышян. Кроме того, говорит, то, что, говорит, я в своей душе никогда не нахожу гыша, вот этого гыша по отношению к моим братьям мусульманам, говорит. То есть у меня нет вот этого, вот этого предательства, вот этого, вот этой лжи в отношении с моими братьями, говорит. Уаля ахсада ахаден аля хайрин ахтагу Аллаху ия. И когда, говорит, Аллах дает моим братьям что-либо из благ своих, да, я никогда в своем сердце не нахожу чувства, говорит, зависти. И никогда не появляется. Вот что такое зависть, да, вот зависть. Зависть это когда вместо того, чтобы радоваться в виде блага своего брата, вот Аллах дал, маша Аллах, Аллах дал такую праведную жену не тебе, может быть, а твоему брату, да. Аллах дал, одарил твоего брата таким железным конем, который, которого у тебя нет, да. Или там твой брат нашел такую хорошую работу, ты сколько искал, но не смог найти, а он вот нашел, да. и вместо того, чтобы порадоваться за брата, у тебя внутри, да, что-то появляется такое, когда, когда у тебя появляется желание, чтобы он лишился этого блага. То есть, это тебя не радует, а это приносит тебе боль. Вот это есть что? Это зависть. И вот он говорит, когда я вижу, что Аллах дает блага моим братьям, я, говорит, не нахожу никакой, даже пылинки зависти в своем сердце. И так, и когда услышал Амр, Абдулла ибн Амр эти слова, он сказал, так вот, вот за это, говорит, вот этим ты лучше нас, говорит, то, что мы не можем себя найти. Вот это состояние сердца. Это состояние сердца. Он оказался лучше, чем другие, вот именно этим. Да, он так же, только треть, может быть, выстаивал, как большинство, да, так же он те же намазы читал, ту же уразу держал, да, ничего в нем особенного в нем, даже все уже пришли, а он три дня, все три дня, позже всех пришел, да, но почему он стал, оказался лучше, вот именно в этом. Он смог очистить свое сердце. У него ничего нет плохого по отношению к своим братьям. Нету зависти, нет гриши вот этого предательства, когда он скрывает что-то плохое от своих братьев, да, вот, альхамду рилля, это показывает достоинство. вот это, говорит, то, через что ты добился этого, и это то, что мы, нам не под силу, говорит, нам это не под силу, вот победить свой нафс, зависть свою, да, это, говорит, нам не под силу. Вот этот хадис Сахих Раваху Ахмад передал имам Ахмад. Вот это следующая причина. Дальше у нас идет Аль-Хуббу Филляхи Любовь. Любовь ради Аллаха. То есть, любовь не к Аллаху, это другое, любовь между братьями, между мусульманами, мусульманами ради довольства Аллаха. Ну, наверное, на этом завершим. Иншаллах, это будет тема следующего урока. И еще раз напоминаю, дорогие братья, завтра у нас Ашура, десятый день Мухаррам, день поста. Посланник Аллаха, саламу, сам постился в этот день и призывал свою умму и сказал, что я надеюсь, что Аллах Тааля простит при грешении за год, за целый год, кому кто будет поститься в этот день. Поэтому бисьмилля, сделайте намерение встать на сухур пораньше и разбудить жену, детей, кто постарше, конечно, так ведь, постарше детей. Может быть, сделайте напоминание своим родителям, братьям, друзьям, чтобы действительно мы почитали этот день и почитали эту сумму. посланнику, саламу, потому что грехов у нас много и вот как раз причина прощения грехов. Это есть пост в день Ашура. День Ашура. И, иншаллах, иншаллах, чтобы как-то еще больше призвать наших братьев к этому посту, мы, иншаллах, завтра у нас в мечети будет ифтар, как в Рамадан, иншаллах, как в Рамадан мы собираемся готовить на 400 человек, иншаллах, в столовой у нас будут женщины, ну, не знаю, вот сколько там, может быть, 50-100 человек сможем, да, и в шатре, иншаллах, у нас будут мужчины. Поэтому, бисьмилля, приходите завтра на Магреб, иншаллах, и участвуйте с нами в этом благом деле. Я закуму Аллаху хайран, субханак Аллаху маби хамдик, шадуа ла иллахи лан, стау хирукату вилей.